Игорь Васильевич, пожалуйста, в ответ подзвучал про проектную организацию. Ну, то есть что тогда, Игорь Васильевич, тогда получается, если по проекту, да, то есть вы считаете, что это правильное проектное решение? Я не понимал решение про изменения. Зеленые зоны. Так, Екатерина Викторовна, пожалуйста. В контракте есть изменения? Есть изменения? До подрядчика для меня изменения не внесены? А это изменения не внесены. Так, а там вопрос откроет. Я вам там появилась, а то же. Подрядчику было дано указание ускориться и установить опоры, срок по графику. Он это сделал. То есть, одним словом, можно подрядчику установить, даже где опоры не должны быть устанавливать. То есть этот СОЖ у нас не должен контролировать, да? То есть, из вашей логики так и есть. У нас допускают ошибки и проектировщики. Опыт есть того года, да, и с этим нужно откровенно и открыто говорить. Но мы должны обязательно признавать ошибки. У нас не до конца где-то контролирует администрация, в лице СОЖа. Если мы, наверное, живем в этом городе, да? И я, если это вижу, почему не видят СОЖ, допустим, да? И проектировщики тоже, значит, сделали проект и все. Дальше мы сопровождаем. Есть организации, которые заходят по опорам освещения. Предупреждали. Который, помню, если уже так и говорили, что значит, и когда должна была первая была установка, должна быть опора не сделали. То есть все это на храпах делается. Перед этим, конечно, падаются в торгах на низкий уровень, где практически качество требует наиболее детального, детальной отработки. Поэтому почему-то боимся, каждый в этой ситуации, здесь у каждого есть своя вина. Я, как глава города, говорю о том, что здесь не доработал, значит, именно тот человек, который непосредственно, значит, организация, СОЖ, Центр обеспечения жизнедеятельности, что не проконтролировал работу с учетом установки закладных, а зная о том, что организация затея затянула вопрос с выполнением графика производства работы, она, как говорится, вышла на автопилот. Ее, вижу, поставят. И мы никто не проконтролировали. Проектная организация, там был газон, потом мы ходили на совещание, никого, к сожалению, не находилось там, проектной организации. Соответственно, здесь уже понятно, что если изменение идет, и там газона не должно быть, да, не должно быть газона. И мы приняли решение, чтобы, значит, изменить это решение, в смысле какого проекта, но никак оно не увязывается. И период закладной, можно было же, значит, потребовать, но куда ты ставишь закладную? Куда? Куда? Причем опоры, те, которые есть, они позволяют и с левой, и с правой стороны обойтись этими опорами. Не обязательно туда посреди ставить опору. То есть, на место, когда выходишь, ну все видно, по даже непрофессиональным взглядам, там ее не должно быть и той пор, коль мы вышли с решением на, соответственно, укладку асфальта там. Значит, Владимир Владимирович, я полностью закрепляю вас ответственность, как заместитель этого города по ЖКХ и транспорту, за, в целом, закрепленность благоустройства улицы Мира. То есть, первое, это укладка асфальта, второе, установка опора освещения, третье, это благоустройство. И, Игорь Васильевич, вы, как руководитель СОЖ, еще раз говорю, вы должны, я уже говорил, четко определить человека, который оттуда не выходит. У нас очень важная работа на этом объекте, очень важная. И когда нужно именно в момент, я уже на это обращал внимание, что начинаем укладывать асфальт. Особенно, например, начальник контроль, укладка асфальта, основание. Тогда, соответственно, основание сделали, идет дальше работа. Если по закладным тема пошла, соответственно, нам надо было быть на телефоне. Так, выходите закладные ставят, все, прямо пошли, рядом, чтобы исполнялся протокол, который, значит, проводил СОЖ. Пожалуйста. Вообще, мы предусматривали там, в этой зону газон, потому что антиобразный перекресток, и нельзя было выполнить по-другому, если тут полосы на движение. Но как сейчас, опять, это просто нужно обортировать опору, обязательно. По нормам, она должна быть обортирована, чтобы в нее не ввязались смешины. Да, если этот опор вообще уходит? Не, невозможно, тогда провисы будут. Ну, посмотрите еще раз, на место выйдет провисы у нас гораздо больше людей из города. Не, мы же все равно по нормам проектируем, мы не можем пропустить какие провисы. Единственное, что можно заработать... Сонтрируя, обращаю внимание на опоры. Посмотрите, если вы провисы не должны делать, если вы не пишите. А вот это вот на фотографии, когда вы наполнили опоры, я же уже выбирали. Мы переносили, да. То есть вы его правы? Она стоит в створе пешкома перехода, то есть какие-то дырки, как-то настрадки. Согласна проекту, если вы откройте, то мы именно эту опору переносим. Опять, значит, куда? И на это место? Да, на это место, да. То есть вот эту опору бетонную, которую мы переносили вот в это место? Откуда она, наверное, там, образована. Еще одно решение, которое можно принять, это установить дополнительный опор, когда у нас будет момент с маленьким проведением, то есть при нем появится. Поэтому я попрошу, попрошу, тоже, значит, так же, как вот сейчас, локально для сообществ специалистов выехать на место, именно сегодня выехать на место, по батонам, касательно парковочного места, сегодня определиться, затягиваем, временно не позволяем раскачиваться. Так же нам надеюсь, что...